Дьявол не в состоянии удержать вас в нищете. Если вы услышите Евангелие, поверите в Евангелие, будете жить по Евангелию, провозглашать Евангелие, и сами будете доброй вестью. Если откажетесь прозябать в нищете, откажетесь терпеть нужду, откажетесь вести себя как нищие, я не буду бедным. Пусть слабый скажет «я силен», бедный скажет «я богат». Страдающий от депрессии скажет «я радуюсь». Я буду называть несуществующее. Называть несуществующее как существующее. Нет, вы, наверное, меня не слышите. Некоторые проповедники мне говорили «вряд ли ты сможешь проповедовать об этом в Африке». Но знаете что? Африка меняется. Африка учится использовать свои природные ресурсы. Африка открывает нефтяные месторождения. Африка строит дороги и развивает инфраструктуру. И Африка, в которой я бывал раньше, это уже не та Африка. Последний раз, когда я приехал в Африку, меня везли на Роллс-Ройсе, а за нами ехал Мерседес, а за ним еще один Мерседес. И мы ехали по скоростной трассе, освещенной разноцветными огнями, мимо огромных торговых комплексов. Меня поселили в пятизвездочном отеле. Африка. А почему? Потому что в те годы, когда вы не хотели слушать, они сказали, «Мы хотим слушать! Мне это надо! Я не знаю, что мне делать! Мне нечего надеть на ноги! У меня нет крыши над головой! У меня нет семьи! Нет того, нет этого!» Но когда начинает проповедоваться Евангелие, видите ли, мы уже проповедовали бедным рождение свыше. Мы проповедовали бедным крещение Духом Святым. Мы даже проповедовали бедным исцеление. Но мы не проповедовали ту благую весть, которую надо услышать именно бедным. Мы не сказали им, что им больше не надо испытывать недостатка. Бедным необходимо слышать о том, что Бог даст им процветание, а не только о том, что Он в состоянии это сделать. И прежде чем мы сможем твердо уверовать в то, что Бог желает вывести нас из нашей нищеты, из скудости, из недостатков, процветания, в изобилие, полноту, мир, нам необходимо найти ответы на свои вопросы в Писании. Прежде чем мы обретем свободу наслаждаться благословением, процветанием и изобилием, нам нужно уразуметь волю Божью. Слово Божье и путь Божий. Его воля. Почему Бог хочет для нас полноты? Почему Он желает видеть нас целостными, неущербными в любой сфере жизни? Почему? И как Он планирует это сделать? Как планирует Он сделать это в последние времена? Мы не сможем дать другим то, чего нет в нас самих. Раз за разом на страницах Писания Бог показывает, что это Его воля даровать Своему народу процветание. Это очевидно. Он показывал это в Эдемском саду, когда поместил туда Адама и, конечно, Еву, и наделил Его всеми возможными материальными благословениями, какие только были нужны человеку, в том числе и прекрасной женой. Может, тут среди вас есть бедные по части жен? Вот благая вещь для тех, у кого нет жены. Иисус Христос может дать вам жену. Тем более, что множество женщин хотят выйти замуж. А вы говорите, «Пастор, да у меня за душой ни гроша». «Пойдет ли кто за меня, когда я гол, как сокол?» Но вот благая весть. Он доказал это снова, когда даровал почти невероятное процветание своему другу Аврааму, благословив его всем. И позже желание Бога благословлять свой народ снова и снова доказывается тем, как он обращается с детьми Израиля. Второзаконие, восьмая глава. Бог хочет сделать гораздо более того, о чем мы просим или о чем помышляем. И наступают дни, когда вы, раз вы слышите эту проповедь, должны начать вести себя как люди, способные засвидетельствовать об истинности этой проповеди. И кому-то из вас нужно услышать и понять это правильно. Это не только деньги. Это включает деньги, но не сводится только к деньгам. Если вы думаете, что все только ради денег, вы станете скупыми и жадными. И ваше мышление будет неправильным. Вы будете искать материальных благ, а не Бога, который способен позаботиться о любой вашей материальной нужде, душевной нужде, о ваших взаимоотношениях, обо всем, не просто о чем-то одном, но обо всем, в чем нуждаются мужи и жены Божьи. Аллилуйя. Вот что я скажу. Процветать не значит стать миллионером. Быть богатым не значит быть миллионером. Быть богатым значит иметь в достатке все, что нужно для дела. Чтобы было с избытком всего, что требуется для выполнения задания, надо перестраивать мышление, обновлять свой ум, чтобы понять, что он говорит. Итак, посмотрим шестой стих. Да будет у вас все умножаться. Будет прирастать. Но вы должны знать, что с этим делать, когда это произойдет. Если ты благословен, будь благословением. Единственное, что мы можем взять с собой на небо, это то, что мы вкладываем в Царство Небесное. Туда не возьмешь ни машину, ни дом, ни деньги. Как пришел в этот мир Нагим, так и уйдешь. И если хочешь увидеть хоть какой-то результат того, что делал здесь, так это будет то, что ты вкладывал в Царство Божье и в помощь бедным. Второзаконие 8,6. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Вот оно, наше дело. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка. Вот процветание. Не иметь недостатка ни в чем. В землю, в которой камни, железо, из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Когда вы едите до сытости, благодарите Господа. Да, мы не забываем помолиться перед едой. Да, знаю, знаю, если не благословить пищу, иногда рискуешь не выжить. Но когда вы приходите домой, и там вас ждет хорошая еда, знаете, курочка с картошечкой, спагетти с сыром, вкуснейшие свежеиспеченные булочки, большой кусок клубничного торта на блюдечке с голубой каемочкой. И вы так душевно наелись, насытились. Вот тогда не забудьте сказать «Спасибо тебе, Господи!» «Благодарю тебя, Господь!» «Спасибо, Иисус!» «Благодарю тебя за этот торт!» «Большое спасибо!» «Без скудости!» «Это напомнит вам, что сегодня у вас не было недостатка ни в чем». Что вы наелись дошито, что вы не встали из-за стола голодным. А теперь послушайте. Дальше идет предостережение. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его». Когда вы слышите эту фразу, не думайте, что это значит забыть о Боге вообще, кто Он есть. Тут имеется в виду забыть Его заповеди. Обратите внимание, пока израильтяне были послушны и соблюдали Божьи заповеди, в их земле не было недостатка, но они стали нуждаться, когда перестали слушаться Бога и соблюдать Его заповеди. Здесь говорится «не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедуют тебе». Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, и стал непослушен Ему, который вывел тебя из земли безработицы, из земли болезни, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, который не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Кто вывел тебя из гетто, где к тебе каждый день приходили в гости крысы с тараканами? Кто вывел тебя с остановки, где ты мерз в ожидании автобуса? Кто вывел тебя из безработицы? Кто дал тебе работу, а теперь ты скажешь, что это ты сам всего добился, что это твои силы, твои способности, и забудешь Бога, который вытащил тебя из ямы и дал твердую почву под ногами. Ты будешь прославлять за это свой диплом, свою зарплату? И дальше в стихе 17 говорится, «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила, крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но что бы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете». Так случилось со многими людьми. Они приходят сюда больные, разбитые, в депрессии, в долгах, а когда Бог поможет им, только вы их и видели. Пришли безработные, пришли просто никакие, а когда Бог благословил их и дал процветание, их и след простыл. И вот вы встречаете такого человека где-нибудь и говорите, «Что-то тебя в церкви давно не видно. Ну, я очень занят, меня, знаете ли, Бог так сильно благословил, дал мне бизнес». Минуточку, ты же только что произнес ключевое слово «Бог благословил». Если это Бог сделал, так ты должен быть в церкви, ты должен быть в первых рядах, плясать, кричать и прославлять Его. А мы устаем ходить в церковь. А когда Бог избавил вас от пристрастия к порнографии, у вас в компьютере куда ни ткни, было одно порно, и Бог освободил вас от этого. Что это с вами? Почему вы не можете просто сказать спасибо? Почему не благословляете Его имя? Почему не прославляете Его? Вот Бог благословил вас, Бог призрел на вас, Бог поднял вас, исцелил вас, спас вашу жизнь, спас вашу семью, излечил ваших детей, изменил все, а вы никак не додумаетесь Его поблагодарить. У вас слишком много других дел, потому что теперь вы можете делать то, о чем раньше не мечтали. И вы еще думаете, почему Он так строго судит за это? Вы теперь будете служить своей работе, своей зарплате, своей фирме. Бог говорит, если ты будешь служить им, то погибнешь. Почему? Потому что вы неблагодарны. Потому что вы неблагодарите Его. Мне не нужна такая работа, которая уведет меня из церкви. Я верю в нечто лучшее. Я верю, что Бог даст мне такую работу, чтобы я смог ходить в церковь. Учитывая все, что было сказано, давайте еще прочитаем Псалом 34. Я хочу, чтобы вы, когда увидите это, были очень честны со мной. Псалом 34, 27. Читайте со мной. Все, кто здесь, скажите «Аминь». А теперь давайте вместе вслух прочитаем стих 2 и честно посмотрим на то, что мы там увидим. Готовы? Читаем. «Да радуются и веселятся желающие правоты моей. И говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». Прекрасно. И можно понимать это так. Богу приятно, когда он видит, что у меня все хорошо. что я процветаю. Это так. Но вот что я имел в виду. Богу приятно, что у меня есть машина, есть квартира, есть деньги. И это все. И обычно мы останавливаемся на этом. Если это не так, то поправьте меня. Но послушайте. Однажды я читал этот стих и сказал, «Господи, я не верю. Что тут просто сказано, что тебе приятно, когда у меня много денег. Я не верю, что это просто о том, что Господь желает, чтобы у меня был хороший дом и хорошая машина». И он мне отвечает, «А почему бы тебе не поинтересоваться у меня самого, что я имею в виду?» И в самом деле. И Господь говорит, «А ты прочитай весь Псалом». Это Псалом не о материальном. Это Псалом о человеке, которого преследуют. Давайте понимать правильно. Прочитаем с первого стиха. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь, преследующий меня. Скажи душе моей, «Я — спасение Твое». Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах, пред лицом ветра. И ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок. И ангел Господень да преследует их. «Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою. Без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная. И сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от него. Все кости мои скажут, «Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его». Этот человек был беден, мы видим, что ему не хватало сил. «Избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его». Он говорит, «Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вредище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое. Это когда у них были проблемы, я поступал, как бы это был другой мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшую головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались, собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом. Среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами, ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои. Говорят, «Хорошо, хорошо, видел глаз наш. Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем, «Хорошо» по душе нашей, да не говорят, «Мы поглотили его». Да постыдятся и пострамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно, «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему, и язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день». Вот что он говорит, «Да будет возвеличен и превознесен Господь, который избавляет меня, который дает мне полноту, который является и улаживает все, что неправильно, который является и делает слабого сильным». Вот это избавление, спасение, и называется миром, процветанием. Вот что он говорит, «Да радуются и веселятся те, кто желает правоты моей, да говорят непрестанно, да будет прославлен Бог, да будет прославлен Бог, который желает нашего избавления, желает нам исцеления, победы, процветания, полноты, чтобы мы могли оплатить счета, чтобы нашим детям было что надеть, чтобы ты мог платить за квартиру, расплатиться с долгами, избавиться от зависимости». Говорят непрестанно, «Да возвеличится Господь, мой Бог избавит меня от нищеты, мой Бог даст мне мир и процветание». И язык мой будет говорить об этом с утра до вечера. «И я буду провозглашать в собрании, что мой Бог, Бог мира, и Он избавил меня от скудости и недостатка, и теперь я могу сказать, что у меня все хорошо». Вот это процветание! Господь радуется, когда видит, что у меня есть личный транспорт. Ему без разницы, какая у тебя машина, но Он избавил тебя от мозолей на ногах. Слава Богу! Так что у вас есть избыток, небесный избыток. Вы серьезно? Золотые улицы — это избыток. Драгоценные камни в воротах — это избыток. Давайте молиться. О Господь, прости, что ожидаю чего-то от Тебя. Мы мыслим узко. Веди нас, пожалуйста, в землю добрую, в которой мир, в которой шалом. О ней Иисус говорил, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». О Бог наш, приготовь нас к этому излиянию, чтобы мы искали Тебя более, чем чего-то или кого-то другого. Приготовь нас к излиянию, чтобы мы воздавали хвалу Тебе и чтобы говорили непрестанно, «Бог благ! Бог желает нашего избавления, нашего процветания». Я высвобождаю Божьи благословения на эту церковь, чтобы эти люди были живым письмом, свидетельствующим об избавляющей и несущей процветания силе Божьей, чтобы нам не иметь недостатка ни в чем. Вот об этом мы молимся.